Привет! Меня зовут Света. Я являюсь участником команды International Tapping. Сегодня мы с вами поговорим о шлифмашине SR1, которая является незаменимым помощником в обработке поверхности ковра. Эту машину специально создали для того, чтобы обрабатывать ковер, для того, чтобы достигать идеальной глади ковров. И эта машина существует в трех модификациях. То есть вот эта самая маленькая. Самая маленькая и отличается она шириной лезвия. Вот она. Вот эта. Здесь ширина лезвия 7 сантиметров. Средняя машина это 15,5 сантиметров лезвия. И самая большая машина это 30,5 сантиметров ширина лезвия. Хотелось бы рассказать вам о технике безопасности данной машины. Многие ее боятся. Но если соблюдать элементарную технику безопасности, то все будет хорошо. В первую очередь, во время работы мы не лезем руками вот сюда. То есть вот эти все ремешки, они всего-то не крутятся. Здесь крутящий момент. То есть и если вы сюда засунете руку, будет не очень хорошо. Также убираем волосы, чтобы волосы сюда не попали. Потому что выдернет волосы сразу. Включенную машинку мы не поднимаем и не сшьем сюда руки. То есть лезвие просто супер острое. Сразу все срежет с рук и так далее. Во время работы мы не идем на край. Особенно на углы, потому что лезвие может зацепить и порвать ваш ковер. Здесь вы уже его ничем не отремонтируете. Вам нужно будет переделывать работу. Для того, чтобы понимать, насколько близко можно подойти к краю, вот здесь, на вот этой пластине, на этой платформе, мы делаем себе отметины. Насколько близко мы можем подойти к краю. То есть я вижу, что здесь у меня, допустим, отметина. И я смотрю, насколько близко я могу подойти к краю. То есть на уровне этой отметины я смотрю, вот край, вот отметина, и я могу здесь уже проходиться. Чтобы максимально близко подойти к краю, насколько это возможно. Здесь есть такая ручка, с которой очень удобно. То есть я вот беру, допустим, ручку, и мне удобно вторую руку. Вторую руку я вот сюда кладу и вот такими движениями работаю. Перед тем, как начать работать, перед тем, как включить, нужно подключить пылесос. Это очень настоятельная рекомендация. Вы ее оцените. То есть берете пылесос, шланг как пылесос, отставляете в эту трубку. И когда шлифмашина срезает поверхность ковра, остается срез пряжи. И чтобы эта пряжа не расходилась по ковру и вот этой пластиной не заглаживалась туда, не впечатывалась, пылесос будет убирать эту пряжу сразу. И в результате на вашем ковре не будет мусора вообще. Вы сразу будете видеть эту гладь идеальную. И сразу будете видеть, как меняется рисунок. Еще есть такой момент. Тоже хотелось бы поговорить об этом с вами. На просторах интернета можно найти все, что угодно. И даже такую информацию, что есть люди, у которых ошибочная информация, которые заблуждаются, говоря, что есть какая-то замена этой шлифмашине. Я вас огорчу, наверное, но никакой замены шлифмашине не существует. Этими машинами пользуются уже много лет и компании по коврам, и отдельные ковроделы, как мы, кто тафтингом занимается. Нет другой машины. Нет. Только вот эти три, которые отличаются только шириной лезвия. Никакие машинки для животных, ничего такого не подойдут. Для животных это для животных. Это создали специально для животных, но никак не для ковров. И такого результата, как от этой шлифмашины, вы не получите от любой другой машинки. Если вы начинающий трактер, если вы еще не знаете, насколько профессионально вы будете этим заниматься, то есть можно приобрести вот такую машинку. Но она, конечно же, не зашлифует, но ей можно максимально ровно подстричь поверхность ковра. Но, опять же, повторюсь, это будет не шлифовка. Это будет... Да, вы можете красивенько сделать, то есть это будет достойный вид, но идеального результата вы от нее не дадетесь. Вы дадетесь идеального результата только от этой машины. И больше нет какой-то. Вот так.